Салют! В эфире Тенге Маньянекс. Самая продвинутая финансовая программа. С вами Мурат Аспанов. Как бы ни менялся окружающий мир, все в нем поставлено на службу человеку. Общество с течением времени выводит и новые приоритеты на финансовом рынке. Например, новые виды денег. Как вы уже догадались, в сегодняшнем выпуске речь пойдет об электронных деньгах. Итак, процесс запущен. Вперед к финансовому благополучию через финансовые знания. Тенге Маньянекс – это молодежный квест. По заданию ведущего между собой соревнуются две команды. У каждой свой транспорт и свой маршрут. Задача – найти верное решение и получить финансовый код к сейфу игры. Побеждает команда, которая первая открывает сейф и достает из него награды. Итак, мы видим, что наши участники уже готовы к старту. Привет, Тенге Манны! Привет! Познакомимся. Команда Кэшбэк. На Кэшбэк ставь, не зевай, вместе с нами побеждай! Познакомимся. Команда Маржовая. Тенге Маньянекс – Маржевая Забэк. А теперь, внимание, задание командам популярное. Креативно раскрыть тему электронные деньги. Скоро узнаем, выполним ли миссия. Погнали! Погнали! Команды отправляются каждая по своему маршруту. В первой точке назначения их ждут и первые подсказки. Уважаемые Тенге Манны, во время следования к локации изучите всю доступную информацию об электронных деньгах в Республике Казахстан. Подсказку о месте проведения квеста вы получите на ваши электронные девайсы. То есть туда и относятся компьютерные сети, интернет, платежные карты, электронные кошельки. Электронные деньги были введены только для упрощения расчета в интернете. Электронные деньги – это деньги, которые используются в интернете. Сегодня электронные деньги стали постоянными спутниками покупок в том же интернете. Но, как и все новые, эти системы платежей стоит изучить внимательно, чтобы знать все нюансы, как положительные, так и отрицательные, при пользовании электронными деньгами. Если есть вопросы о деятельности Национального банка и защиты прав потребителей финансовых услуг, вы всегда можете задать их посредством мобильного приложения НБК Онлайн. Мобильный ресурс НБК Онлайн доступен для устройств iOS и Android. Команды разъезжаются по своим локациям, по пути изучая материалы по теме выпуска. По прибытии им предстоит сделать видеообзор на тему электронные деньги, используя реквизит, который уже ждет их на локации. Уважаемые тенгеманы, сейчас вам необходимо задействовать весь свой интеллектуальный потенциал. Вам нужно определить основные параметры в вопросе, что такое и для чего нужны электронные деньги, чем они отличаются от обычных и кто их выпускает. Максимально используйте всю найденную информацию. Жду от вас ответа в виде презентации. И еще проведите блиц-опрос среди прохожих на тему, что им известно об электронных деньгах. Ну все, вроде понятно. Ну да. Что такое электронные деньги? Не только для банков, то есть как бы интернет-услуги всякие можно проводить через кошельки всякие. У электронных денег есть такие три критерия. Это фиксируется и хранятся на электронном носителе. То есть они получаются что, на диске, на флешке еще много? Нет, нет, это этот, аккаунты, это электронный носитель, называется аккаунты. Все, пойдемте, удачи всем. Здравствуйте. 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 Вот будет проект Unimai Next. Что такое электронные деньги? Электронные деньги – это, в первую очередь, инструмент оплаты наравне с наличными деньгами и платежными картами. Основными его особенностями является то, что электронные деньги, они используются в сети интернета. Вы можете купить электронные деньги у эмитента электронных денег за живые деньги. Можете купить наличным способом, либо безналичным способом. Чем отличаются электронные деньги от наличных? Наличные деньги, они физически присутствуют, то есть они материальные. Электронные деньги хранятся в виде электронного средства платежа на электронных кошельках. Электронные деньги – это стоят только сетевые деньги, которые хранятся, это только информация, они не существуют физически. И третий вопрос, конечно, непосредственно, то есть кто выпускает эти электронные деньги? Ну, в Казахстане стоят банки второго уровня. Второго уровня, да? И Коспочта. Спасибо большое. Все, спасибо, до свидания. Отлично, ребята, давайте быстренько наброцаем вытаскиваем фломастер. Все, в темпе. Ну, вы пока обсуждаете, что мне делать. Да, давай тенге, вот предположим, да, вот так стрелочку и доллар, да, это перевод. Первая стрелка пошла вниз. Интернет покупки. Фоткайте. Ууу! Что там с цифрой? Наша цифра – 10! Еее! Отлично! Все. Давай, фотографируй, отпуляйте. И наша цифра – 10! Гоу! Все, супер! Факт! За 2016 год объем произведенных операций с использованием электронных денег на территории Казахстана в Тенге составил более 154 миллиардов. Это почти в три раза больше, чем в 2015. Наша передача научит не бояться, а разбираться в финансах и делать правильный выбор. В эфире Тенге Мания Некст. Для того, чтобы получить оставшиеся цифры кода, во втором этапе командам необходимо рассказать прохожему об электронных деньгах. После чего ведущий задает вопросы респондентам каждой из команд и принимает или не принимает их. Уважаемые команды, внимание, финальное задание! Ваша задача – рассказать любому рядовому казахстанцу о правилах пользования, мерах безопасности и недостатках электронных денег. Для того, чтобы получить последние цифры кода, необходимо, чтобы ваш респондент ответил верно на два моих вопроса. Так, теперь давайте нам нужно теперь сделать блиц-опрос, опросить троих людей. Так, все, ребят, побежали! Да! Здравствуйте! Мы из программы Тенге Мания Некст. Мы хотели вам задать пару вопросов и оповестить вас немного о электронных деньгах. Поможете? Нам всего две минуты будет. Вы знаете, что такое электронные деньги? Ну. Вот, и смотрите, получается, электронные деньги вы можете получить как наличным, так и безналичным расчетом. Минус электронных денег в том, что вы постоянно должны быть онлайн и не все интернет-магазины принимают деньги. Но плюсы в том, что вы защищены от мошенничества. Также у вас всегда будут на счету деньги. Вы можете оплатить ими, не выходя из дома. Также переводить со своего счета банковского на электронные деньги. Что вам нужно делать, чтобы ваш аккаунт никак не пострадал, да? Вам нужно не разглашать пароль, ну, то есть держать его всегда в голове, либо в каком-то сокровенном месте. Вам нужно всегда правильно выбирать то, за что вы будете платить, потому что злоумышленники могут перекинуться там фейком и похитить ваши средства, да? Да. И вам, скорее всего, нужно следить, как вы тратите ваши деньги. Потому что от того, как вы тратите, зависит ваша безопасность. Угу, понятно. Все. Сейчас мы звоним Мурату Аспану, это наш ведущий, и вы будете отвечать ему на несколько вопросов. Алло, здравствуйте. Меня зовут Мурат Аспанов, я ведущий программы Тингимани Некст. Скажите, пожалуйста, команда уже провела для вас презентацию? Да, провела. Да, провела. Замечательно. Тогда вам необходимо правильно ответить на три моих вопроса. Вы готовы? Хорошо. Два вопроса. Хорошо. Сейчас вдохну. Поехали. Вопрос первый. Назовите правила безопасности при пользовании электронными деньгами. Правила безопасности. Правила безопасности – это нужно никому не распространять свои данные, точнее, пароль, да? Во-вторых… За покупками следить. Следить за покупками. Мошенники там сидят. Да. Не попадаться на мошенничество. Ну и постараться не попасться, наверное, мошенникам. А теперь, внимание, в следующий вопрос. Назовите основной недостаток электронных денег. Возможность взлома. Да? Не то, что везде терминалы. Не всегда можно расплатиться, не везде. Не везде есть терминалы. Что еще? Мошенничество. Да, мошенничество. Мошенничество. Большое спасибо. Вы правильно ответили на все мои вопросы. И поэтому, пожалуйста, передайте команде следующие цифры кода. 11. 11. Еее! Еее! Спасибо. Ваши ответы понятны. К сожалению, вы не смогли правильно ответить на все мои вопросы. Поэтому, пожалуйста, не передавайте команде никаких цифр кода. Ну что вы знаете о электронных деньгах? О электронных деньгах? Да. Практически все. Я не дерзываюсь. При покупке различных товаров, и если нужно, например, мелкие суммы кому-то оплатить годом или занять. Ваши проблемы. Можно секунду вопрос? А? А? Сори. Это удобно? Очень удобно. Я за. Это современно? Конечно. Ну все, здорово, прекрасно. Все, спасибо. Отлично. У меня был случай, когда, например, у меня мошенники с Киви кошелька украли 40 тысяч тенгенов. И что вы делали? Ну я потом разобрался и включил двухфакторную авторизацию. То есть привязал телефон к аккаунту и после этого, то есть нужно тогда еще украсть мой телефон. Сырочка будет. Да. Для чего вы, например, используете? Для покупки зарубежон или у нас в нашей стране. В России. Вот. Переводы я делаю в Россию. Переводы на другие карточки я совершаю с помощью ее переводы. Но оплачиваюсь. В основном я занимаюсь только оплатой. Все, отлично. Есть, цифра в нас. Все, поехали. Водитель, быстрее. Команда Моржовой получила вторую цифру от кода, но у кэшбэк есть шанс отыграться. Команда может использовать две попытки. Открыть сейф методом случайного набора, не зная второй части кода. В итоге призовую монету сможет забрать только одна группа. Всего в этом сезоне квеста Тингемания Некст принимают участие три постоянные команды. Уважаемые участники, время квеста Тингемания Некст подходит к концу. У вас есть все, что нужно. Отправляйтесь к сейфу и набирайте заветный код. Та из команд, которая первая откроет сейф, найдет там вот такой золотой тенге. Спешите! Все, у меня больше ничего нет. Да, и то, что мы много времени тратили. Мы приехали на базу, все, выходим. Давай, 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 давай. Так, сколько там? Девяточка. Десять, одиннадцать. Е-е-е-е-е! О-о-о-о! Е-е, отлично! А проигравшая команда уже провела работу над ошибками, чтобы взять реванш в следующих играх. Итак, команда «Моржовые» становится победителем этой игры. Золотой тенге уходит на их счет. Команды, заработавшие три монеты, получают взамен золотой слиток. Чем больше слитков по ходу всего сезона игр «Тенгемане» заработает команда, тем выше у нее шансы стать чемпионами и выиграть Кубок Тенгеманов. А еще получить специальный приз от Национального банка Казахстана. Голосуйте онлайн за полюбившуюся команду «Квеста» на страничках программы в соцсетях. Каждый голос, отданный командам в сети, будет учитываться в конце сезона. Следите за результатами. Итак, сегодня мы выяснили, что электронные деньги нужны нам для осуществления покупок и взаиморасчетов в сети интернет. Электронный кошелек – это уже необходимость, а не дань моде. Но будьте бдительны при установке сомнительного программного обеспечения на компьютер или гаджет, с которого осуществляется вход в электронный кошелек. Не совершайте проплаты на сомнительных сайтах. И будьте внимательны с паролем. Это была «Тингимания Некст» – самая грамотная финансовая программа. С ходом игры вы можете ознакомиться в социальных сетях. Ссылки на странички игры отображены на экране. Помните, финансовые знания и грамотные вложения помогают устроить будущее. Увидимся в следующем выпуске. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!